Проблемы кожно-оптической чувствительности Ученые записки Сборник 33 Свердловский педагогический институт, 1965 год В настоящем сборнике публикуются материалы экспериментальных исследований кожно-оптической чувствительности, проводившихся различными уральскими исследователями. Учитывая сложность и новизну проблемы кожно-оптического восприятия, редакция считает целесообразным опубликовать весь представленный материал. Несмотря на имеющее место частичные его повторения, представляя возможность авторам высказывать любые, в том числе и противоположные, точки зрения. В сборнике в порядке обсуждения публикуется вступительная статья доцента Кожевникова «Проблема кожно-оптической чувствительности», в которой делается попытка подвести первые итоги экспериментального изучения проблемы и обсудить некоторые, связанные с нею, теоретические вопросы. Остальные статьи сборника, хотя и носят экспериментальный характер, тоже печатаются в дискуссионном порядке. Исследования в области кожно-оптической чувствительности начаты недавно. Пока еще нет единой точки зрения о природе этого явления. Одни авторы, это Добронравов и Фишелев, считают, что кожное зрение имеет фоторецепторную природу и представляет собой отражение кожи лучей видимого света. Другие авторы, это Судаков и Новомейский, связывают кожно-оптическое чувство с действием на кожу невидимых лучей, проникающих через непрозрачные среды. Колесников, Филимонов, Белоусов пытаются объяснить процесс возникновения кожно-оптических ощущений, поляризации кожного покрова под влиянием различных физических факторов. Гилев рассматривает процесс контактного распознавания цвета как результат механического и теплового воздействия неоднородной окраски на рецепторы кожи руки. Наконец, Кожевников высказал предположение, что кожно-оптические ощущения есть результат отражения нецветовых тонов объектов, а каких-то других электромагнитных свойств поверхности, тесно связанных с ее цветовыми признаками, но не являющихся цветом. Нет среди авторов единой точки зрения и по вопросу о физиологических механизмах кожно-оптической чувствительности. Большинство исследователей – Гольдберг, Новомейский, Судаков, Гилев – считают, что в процессе кожно-оптического восприятия функционируют рецепторы тактильной и температурной чувствительности. Участие зрительных центров, по их мнению, при таком восприятии не является обязательным. Другие исследователи – это Добронравов и Фишелев – рассматривают кожное зрение в качестве аналога обычного глазного зрения. Отдельные авторы – это Колесников, Филимонов и Белоусов – предполагают, что чувственная информация в этих случаях есть результат поляризации кожи на молекулярном уровне. Существенное различие и в материалах опытов. Гилев, Добронравов и Фишелев анализируют процесс распознавания цвета и формы пальцами руки в условиях видимого света и без применения каких-либо непрозрачных сред, покрывающих раздражитель. Напротив, другие авторы – это Кожевников, Новомейский, Судаков, Гольдберг, Колесников, Филимонов и Белоусов – Значительное внимание уделяют вопросу распознавания признаков цвета через непрозрачные среды и в условиях темноты. Указанные различия как в интерпретации фактов, так и в содержании анализируемого материала свидетельствуют о поисковом характере, приведенных в сборнике исследований. В силу изложенных выше обстоятельств, редакция считает целесообразным опубликовать настоящее исследование не в качестве окончательных экспериментальных выводов, а лишь в порядке обсуждения. Результаты этих исследований могут быть полезными как для постановки дальнейших опытов, так и для разработки более или менее полной теории кожного зрения. Материал сборника может представить значительный интерес для широкого круга ученых, занимающихся проблемами чувственного познания. В частности, он дает исходные позиции для более планомерного, целенаправленного и всестороннего исследования самой проблемы кожно-оптической чувствительности. В практическом плане он представляет интерес для лиц различной специальности, в особенности для психологов и педагогов, работающих со слепыми. Все замечания и пожелания по вопросам, затронутым в сборнике, принимаются по адресу город Нижний Тагил, Свердловской области, улица Мира, 25, Педагогический институт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова